Здравствуйте! В эфире программа «Прямой разговор» в студии Олеси Акинфеева. Как устроить ребенка в детский сад и школу? Об этом сегодня мы поговорим с нашим гостем, председателем Комитета по образованию администрации городского округа Серпухов, Любовью Владимировной Владимировой. Здравствуйте, Любовь Владимировна. Здравствуйте. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 8496712444. Звоните, задавайте свои вопросы. Любовь Владимировна, ну мы начнем, наверное, с темы детских садов, да? Вот сколько сейчас детей посещают детские сады и существует ли очередь вообще? На данный момент у нас в городе существует и работает 39 детских садов, из которых два детских сада, это частные, которые работают по системе частного государственного партнерства. 37 муниципальных детских садов. Общей сложностью эти детские сады посещают 6725 детей в возрасте от полутора до шести, до семи лет. Нужно говорить, что деткам в возрасте от трех до семи лет предоставляется место в первоочередном порядке, поэтому мы стараемся таких детей устраивать тут же, и очередности для таких детей у нас отсутствует. Естественно, для деток в возрасте от полутора до трех лет на данный момент пока еще не хватает полностью мест, чтобы удовлетворить потребности всех детей, поэтому здесь, ну официально мы здесь не можем говорить, что это очередь, да, но потребность в местах, она еще существует. Ну сколько вот примерно приходится подождать родителям? Для какого возраста? Для вот таких маленьких детей. Для маленьких детей, ну вот смотрите, мы, получается, каждый год принимаем в детские сады около тысячи детей в возрасте от полутора до трех лет, и дополнительно принимаем еще около 400-500 детей, которые в возрасте от трех до семи лет, то есть так комплектуются группы. Длительность ожидания для получения места, она зависит от микрорайона, в котором проживают родители, соответственно, проживает ребенок. Так, например, в микрорайоне Чернышевского, Красного, в микрорайоне Октябрьской очередности ее не существует, даже сейчас там есть свободные места для детей разного возраста. В центре города, в микрорайоне Ивановские дворики, потребность в этих местах, она существует. Ежегодно, в апреле месяце, начинает свою работу комиссия по распределению детей. И, соответственно, в рамках данной комиссии родители уже определяются, или получают направление в детский садик, или получают уведомления из конкретной даты, когда им нужно обратиться. То есть первое обращение после апреля обычно май-июнь, повторное обращение – это август-сентябрь, когда завершается уже комплектование. Любая Вадимовна, как правильно записать ребенка? В каком возрасте? Сколько ему должно исполниться, чтобы я собрала пакет документов необходимых и пришла, записала? Запись ребенка, она осуществляется с двухмесячного возраста. И записать ребенка можно двумя способами. Можно подать свою заявку, прийти в многофункциональный центр, при себе иметь копию свидетельства о рождении, непосредственно документ, подтверждающий личность родителей, и там написать заявление. Второй вариант – это через портал Госуслух. Также родители проходят там регистрацию и подают свою заявку на зачисление в детский сад. Здесь нужно помнить, что при подаче заявлений каждый родитель указывает три детских садика, которые для него являются приоритетными. При этом самый приоритетный под номером 1, 2 и 3. И если документы подаются через портал Госуслух, то в течение 30 дней необходимо обратиться в Комитет по образованию для подтверждения своей заявки о зачислении ребенка. После принятия заявки ребенок регистрируется в электронной очереди, в электронной системе зачисления в дошкольные образовательные учреждения. И уже каждый родитель может отслеживать там позицию своего ребенка и по городу в целом, и конкретно в детский сад. В каких случаях может быть отказ? Вообще это возможно? Отказ в дошкольные образовательные учреждения может быть только в том случае, если нет свободных мест. А если родитель указал заведомо ложные сведения? Если, ну, здесь и это прописано в регламенте, что если не предоставляется полный пакет документов, или, допустим, родители заявляют при подаче заявления какую-либо льготу, допустим, военнослужащие, да, или там семьи, пользующиеся федеральными льготами, а потом по факту ее не могут подтвердить, то тогда как бы ребенок причисляется в очередь, как бы общую очередь, да, есть как бы льготная категория. Такое тоже может быть. Вот про льготные категории можно чуть-чуть подробнее? Кто имеет право на льготу? Ну, здесь у нас правилом первого внеочередного приема в детские сады пользуются дети прокуроров, судей, сотрудников Следственного комитета, а также дети граждан, которые подверглись радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Также правилом первоочередного приема правом пользуются родители, которые непосредственно военнослужащие проходят службу по контракту непосредственно в городе Серпухово, дети сотрудников полиции, дети сотрудников полиции, которые погибли при исполнении срока, дети-инвалиды, дети из многодетных семей, дети одиноких матерей, непосредственно имеющих статус, дети 5-6-летнего возраста, которые определяются в детские сады для подготовки к школе непосредственно, и дети сотрудников муниципальных образовательных учреждений, которые расположены на территории города Серпухово. Татья, а если у ребенка есть потребность в особой группе по состоянию здоровья, он попадает в группу со всеми детьми? У нас на территории города есть разные группы, которые осуществляют работу с детками. Здесь нужно сказать, что есть группы общеразвивающей направленности, также есть логопедические группы, которые, если у ребенка констатируется нарушение речи, практически в каждом детском саду есть логопедическая группа, и ребенка с 3-х летнего возраста определяют в данную группу. Также на территории города существует два детских сада, которые работают для деток с особыми потребностями. Это 25-й и 26-й детский садик. Они работают с детками с нарушением интеллекта, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с детьми, которые страдают синдромом Дауна, с детьми со сложными речевыми дефектами, которые осложняются еще задержкой в развитии общего ребенка, и с детьми-аутистами. То есть если ребенок имеет показания, есть на то заключение врача или педагогическое заключение, то ребенку будет рекомендована именно специализированная группа. И по желанию родителей этот ребенок в эту группу будет определен. Скажите, вот вы наблюдаете, мамы не боятся своих деток, имеющих инвалидность, водить в детские сады? Вот прошел тот период, когда мы себя ограждали четырьмя стенами? Я думаю, что, наверное, у каждой мамы присутствует определенный страх, боязнь, исходя из того, какими условиями. Но нужно сказать, что вот у нас 25-й детский садик «Солнечный зайчик», который на протяжении уже пяти, наверное, последних лет именно работает с детками с тяжелыми такими особенностями развития, да, это детки со сложным нарушением опорно-двигательного аппарата, и в группе там находится пять от пяти до восьми таких детей, да, потому что это требуется особого подхода, и порой с одним ребенком одновременно работают два или три специалиста, потому что требуется особый уход. Также с детками-аутистами. Но я бы сказала, что, наверное, меняется отношение, меняется и система образования, которая предлагает для таких семей, для таких деток с особыми потребностями свои услуги. То есть мы стараемся сделать так, чтобы, насколько возможно, дети развивались и были окружены квалифицированными специалистами. Поэтому потребность в таких группах существует. Очень хорошо. Любовь Вадимовна, у нас есть первый звоночек. Алло, мы вас слушаем. Алло, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Будьте любезны, ответьте, пожалуйста, почему в одних детских садах преподают английский, а в других нет? Вот в частности наш 29-й. Спасибо большое за вопрос. Спасибо еще раз за вопрос. Реализация образовательного программы в каждом учреждении, она зависит от требований. Если мы говорим о федеральных стандартах, которые предоставляются и предъявляются к дошкольному образованию, то обязательства ввести иностранный язык по дошкольным образовательным учреждениям нет. Некоторые дошкольные учреждения, некоторые детские сады вводят эту услугу и могут вводить, если есть на то у них специалисты, если есть потребность родителей, которые заявляются. И эта услуга также может оказываться как платная услуга. А что значит потребность заявляется? То есть мы, в принципе, инициативная группа родителей. Можем написать заявление, да, и попросить? Естественно. Родители могут обратиться к заведующему с своим вопросом, предложением. И если образовательная программа детского сада позволяет, имеется в помещении, есть специалиста, или есть возможность пригласить этого специалиста, то данные услуги, они будут оказаны. Здесь ничего страшного в этом нет. Скажите, а есть такая практика в детских садах, чтобы обращались и приглашали на работу специалиста колтууского? Может быть, математику преподавать или еще что-то? Понимаете, нужно сказать, что программа образовательная по дошкольному, она предполагает знакомство с математическими основными понятиями, знакомство с грамотой, знакомство условно с природой, с миром. То есть оно все равно подразумевает уже проведение занятий с детьми различного возраста, и в младших группах, и в средних, и в подготовительных. Мы все это сами проходили. И уже педагогик квалифицированно знакомит детей с тем или иным понятием. Но так же, как сейчас было обращение, есть детские сады, в которых дополнительно занимаются ритмикой, в которых дополнительно занимаются хореографией. Есть, где занимаются декоративно-прикладным творчеством. То есть все равно это сочетание некоторых факторов. Но если есть такая потребность, то они надо заявлять. Но мы порой родители опережаем время. Мы хотим, чтобы они в 5-6 лет были вундеркиндами. Очень много всего успевали и умели. Желание хорошее. Просто я всегда говорю, что нужно задать этот вопрос, обратиться и получить на него квалифицированный ответ. Люба Вадимовна, вернемся к очереди в детские сады. Я подала заявление, и как мне теперь проверить статус моей очереди? Каким образом это происходит? Здесь можно, как я уже говорила, проверить двумя способами. Первое. Если родители зарегистрированы на портале госуслуг, то заходят в систему зачисления в детский сад. В Московской области находят город Серпухов, заносят данные о своем ребенке, это фамилия, имя, и находят его положение. Если нет возможности, или затрудняются, или бывают какие-то технические проблемы, то в комитете по образованию, специалист комитета по образованию, можно прийти на прием или позвонить по телефону. 35 51 47. Даже если там специалист сейчас не сможет ответить, запишут звонок. И потом можно также по телефону или в порядке ответа узнать номер, свое положение в очереди. Дубой Вадим, позвольте, я буду зачитывать и вопросы от телезрителей, которые пришли до эфира. Вот один из вопросов касается детского сада. Мой ребенок посещает детский сад только до обеда. Могу ли я оплачивать его пребывание там, как за неполный рабочий день? У нас детские сады на территории города Серпухова работают в режиме от 10,5 до 12 часов. 10,5 для ясельных групп и для логопедических групп. Остальные группы работают в режиме 12 часов. И поэтому предусмотреть особые условия оплаты не представляется возможным в данном случае. Теперь перейдем, наверное, к первоклассникам. Информация будет полезна для тех, кто пойдет в первый класс. Давайте начнем с того, что сколько вообще в сентябре первоклассник пойдут в серпуховские школы? Мы наблюдаем, сразу скажу, за последние три года рост первоклассников. И если еще три года назад в нашу школу приходило 1200 детей, то вот с каждым годом контингент увеличивается. В прошлом году это было 1426 детей. Сейчас по предварительным своим прогнозам мы ожидаем около полутора тысяч первоклассников, которые придут на обучение. Запись уже началась 1 февраля. Вот многие федеральные каналы показывали, какой ажиотаж, как родители стоят в очередях, спорят, даже доходят до драк. В серпухове происходили такие ситуации? Или спокойно, планомерно идет запись? Вы знаете, я, по крайней мере, не владею информацией о том, что были какие-то такие ярые всплески. Думаю, что такого нет. Потому что здесь надо понимать, существует порядок, существует требование, что с 1 февраля можно подать заявление изначально тем родителям, которые закреплены по адресу. У каждой школы есть микрорайон, который за ней закреплен. И эти родители подают свое заявление с 1 февраля до конца июня включительно. Можно подать также через портал Госуслуг. Можно подать, придя в школу на зачисление. Подаются документы, копии свидетельства о рождении, документ, подтверждающий регистрацию по месту проживания и заявление. И в течение 7 дней по образовательному учреждению издается приказ о зачислении ребенка в образовательное учреждение. Здесь хотелось бы, наверное, обратиться к родителям и еще рассказать, что ни один ребенок, который должен обучаться в школе, он ни в коем случае не будет лишен этого права. То есть все дети, которым положено пойти в школу по своим микрорайонам, пойти в первый класс, во второй, в третий, в 10, во все классы, они приступят к обучению и будут обучаться. Самая важная информация на сегодня. Это принципиально. Игорь Владимирович, привык вас, потому что у нас есть звоночек. Давайте ответим на вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Меня зовут Тамара Васильевна. Очень приятно. У меня такой вопрос. Я приехала из Дагестана с детьми две недели как здесь. Временной регистрации у меня пока нет. Продвительно я в Дагестане при воинской части. С мужем мы в разводе. Меня интересует, в Дагестане у нас была льготная очередь у детей. Будет ли это льготная очередь после развода сохраняться за детьми? Это первый вопрос. И второй вопрос. Какова вероятность быстрого попадания детей в детский сад при постановке на учет дети? А возраст детей подскажите? Возраст детей 2,5 года и 4,5 года. Мы ходили в детский сад в Дагестане. Спасибо большое. И подскажите, пожалуйста, льгота была... Что явилось основой для получения льготы? Основанием было, что папа ФСБшник. На данный момент вы являетесь в разводе? В разводе, да. Спасибо. Очень простой вопрос. Ну, вопрос, скажем, наверное, ситуации такая типичная, которая не происходит, имеет место быть. Естественно, по факту получения регистрации на территории города Серпухова нужно обязательно прийти и зарегистрировать ребенка в электронной системе зачисления в дошкольные учреждения. Это первый момент. Как я уже чуть ранее говорила, когда будете подавать документы, вы должны представить свои документы о подтверждении льготы непосредственно. В данном случае какие будут документы? В данном случае это, может быть, надо посмотреть по... Если родители, я так полагаю, не лишены родительских прав, то это документы о том, что папа является военнослужащим, и что дети могут пользоваться правом первоочередного приема в образовательное учреждение. И здесь льгота будет установлена, подтверждена вами документы, но льготная очередь, она не будет дублироваться оттуда, с Дагестана. То есть здесь вы будете заново включены в электронную систему по зачислению ребенка в дошкольные учреждения. Ну, все возможно, правильно? Льготы подтверждаются, если льготы имеются, подтверждаются документами. Это требования Российской Федерации, это не региональные какие-то льготы, поэтому ребенок будет пользоваться льготой по зачислению в детский сад. Для детей, ну, то же самое, наверное, в зависимости от того, где вы проживаете. Если, я говорю, это район Октябрьска и Чернышевского, то места детям могут быть предоставлены и сейчас, вот хоть завтра, на следующий день. Если это другие микрорайоны, надо смотреть по заполненности образовательных учреждений, чтобы определить вас со временем ожидания. Но маме куда нужно обратиться? В комитет по образованию? Мама может обратиться в комитет по образованию, 205-й кабинет. Вторник, четверг, с двух часов ведется прием. Приходите, конкретно с вашими документами поработает специалист. Вообще, запись в школу, в какие сроки нужно подавать заявление? Вот как не упустить момент? Когда начало и когда конец срок подачи? Как я сказала, заявление в первый класс подается с 1 февраля и до 30 июня. Это для тех, кто подает школу по регистрации, по закрепленному микрорайону. С 1 июля могут подавать в школу родители любые, то есть независимо. Допустим, они зарегистрированы в одном микрорайоне, проживают в другом, или проживают в микрорайоне, а школу выбрали в другом по каким-либо причинам, то также они имеют право подать заявление с 1 июля. Заявление каждое рассматривается, и при наличии свободных мест такие дети будут зачислены в данные образовательного учреждения. Если вдруг возникают какие-то вопросы, потому что к нам идут обращения, есть дома, которые еще официально не введены в эксплуатацию, то есть не вносятся. Этих домов может не быть в закрепленных микрорайонах. Если родители с этим сталкиваются, мы просим сразу обращаться в комитет по образованию. Наш специалисты работают с каждым родителем, с каждым ребенком, и также в течение 7 дней принимается решение о зачислении ребенка в школу. Вот многие школы проводят и подготовительные курсы для будущих первоклассников. Насколько они необходимы? Это по желанию я могу посещать или в обязательном порядке? Школа первоклассников – это добровольно. Некоторые школы оказывают подобную услугу. Она, как правило, платная. Эта услуга заключается по договору об оказании платных услуг. Посещение данной школы, данных занятий не является обязательным для ребенка. Некоторые родители считают, что необходимо, чтобы специалисты, педагоги с детьми позанимались более конкретно, направили, и что, может быть, дети привыкли к условиям школы, к классам, адаптировались. Есть родители, которые занимаются самостоятельно, или которые полностью, допустим, доверяют дошкольным образовательным учреждениям, потому что такая же подготовка в дошкольных учреждениях, в рамках подготовительной группы, она осуществляется. Поэтому посещение таких занятий – это сугубо индивидуальное дело по желанию родителей. Люба Вадимовна, вот у меня есть вопрос от мамы в продолжении вот начатой темы. Она спрашивает, нужно ли учить ребенка читать и писать до школы? Вот ваше мнение, потому что сейчас очень много споров, да, нужно ли заставлять его читать? Вот вы как считаете, учитывая вот тот опыт, который есть, что вы видите? Ну, я могу здесь сказать, что заставлять – это точно не надо делать. Нет. Психология уже на протяжении многих лет доказана и педагогикой. И определены те возрастные границы, когда ребенок должен ходить в детский садик и получать дошкольное образование, как у нас называется, дошкольное детство. И нельзя отнимать у детей это детство. И есть тот возраст, которому рекомендовано ребенку поступать в школу. Это от 6,5 лет и до 8 лет. Считается, что в этом возрасте у ребенка формируется готовность к поступлению в школу. Она состоит из двух составляющих. Это, с одной стороны, готовая, ребенок готов сидеть на уроке определенное количество времени, воспринимать информацию. На достаточном уровне уже развиты память, внимание, мышление у ребенка. Но еще одной очень важной составляющей готовности является психологическая готовность. Это тогда, когда мы у ребенка спрашиваем дошкольника, да, хочешь пойти в школу? И с удовольствием мы говорим, да, хочу. У нас тут есть уже портфель, мы купили, там пенал собрали и так далее. То есть когда есть эмоциональная вот эта подготовленность к школе и желание. А что, если ее нет? Вы знаете... Вот дайте профессиональный совет родителям. Я могу сказать, что если вдруг такого не случается, хотя это очень редко, тогда стоит за помощью обратиться или к педагогам в детском саду, или в школу обратиться, поговорить с психологом, потому что это может быть связано с особенностями развития ребенка, чтобы правильно определить маршрут. Потому что кому-то, да, нужно пойти в школу в 7 лет, а кому-то, возможно, в 8. И в этом нет ничего страшного. В этом нет ничего страшного. А кто-то готов там в 6 лет пойти в школу. То есть это индивидуально. Поэтому если вдруг родители беспокоятся, то можно в первую очередь проконсультироваться в детском саду, который посещает ребенок. Если вдруг там не получаете там полного ответа, то всегда можно обратиться в школу, или можно обратиться в учреждение дополнительного образования детей. На проезде Мишина находится у нас центр юность. Там работает психологическая служба, и психологи могут пообщаться и с родителями, и с детками, и дать необходимые рекомендации. Люба Вадимовна, есть еще вопросы от телезрителей. Буду зачитывать по очереди. Возникли трудности в школе. Как перевести ребенка в другую школу и куда нам обратиться? По поводу перевода. Здесь мы говорим, что зачисление и отчисление детей из одного образовательного учреждения в другое проводится только по личному заявлению родителей или законных представителей. Поэтому для заявителя по данному обращению можно сказать, что есть два момента. Если уже определились, допустим, со школой, в которые хотите перевести, то можно в эту школу обратиться, написать заявление или с устным обращением, могут ли принять ребенка. Если такой перевод возможен, есть места, тогда в одной школе пишется заявление на отчисление, и в другое на прием. Если испытывают какие-то трудности, или родители не знают, и нужна дополнительная консультация, то по данному вопросу можно обратиться в комитет по образованию, и мы по ситуации поможем, подскажем, где какие есть возможности. Мне подсказывают, у нас есть еще один звоночек в эфир. Алло, добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Мы вас слушаем. Меня зовут Ольга. Очень приятно, Оль. У меня такой вопрос по поводу зачисления в детский сад. Да-да, мы слушаем вас. А, у меня тут просто что-то отстает, наверное. Не-не-не, мы вас слушаем, так что говорите, да. У меня вопрос по поводу зачисления в детский сад. Значит, по закону положено заявление, да, мы имеем возможность в три детских сада по выбору. Вот, что делать, если по факту, вот сейчас скоро в апреле будут вывешены списки в комитете, если мы не попадем ни в один из желаемых садов, что тогда будет происходить, там, какие варианты нам будут предложены, потому что молодых родителей очень многих это волнует. Спасибо большое, что вы неравнодушно позвонили. Спасибо вам. Вопрос понятен. Если вдруг сложится ситуация, а она может сложиться только с детьми в возрасте от полутора до трех лет, то есть вот я как бы делаю, да, акцент на этом. Детки в возрасте с трех до семи лет будут предоставлены, устроены все в детские сады. Если такая ситуация складывает, что ребенку не могут предоставить вот в этих трех детских садах, то на комиссии по распределению будут предложены еще детские сады, где имеются места для зачисления ребенка. И уже родители определяются. Если у них есть возможность возить, потому что это бывает другой микрорайон, то тогда получают направление в другой детский сад. Если какие-то варианты родители не устраивают, то, как я тоже говорила ранее, назначаются повторные еще два приема, потому что комплектование по детским садам будет завершено к сентябрю месяцу. И всегда случаются случаи. Кто-то приезжает, кто-то выбывает. То есть вот есть вот такие вот моменты, и группа формируется еще в течение всего лета. Поэтому сотрудники комитета по образованию будут приглашать родителей, законных представителей, как минимум еще два раза, если вдруг такая будет ситуация. Можно уточнить, как будут происходить вот эти взаимоотношения? То есть это по телефону оповестят, что вот в эти три детских садика вы не можете попасть, и придите к нам, мы будем на месте решать. Так? Как правило, вот в начале апреля, в этом году, это с 4 апреля по 15 апреля, будет работать комиссия по распределению. Она работает в комитете по образованию в течение всего дня рабочего. И родители приходят на нее непосредственно, на эту комиссию. И там получают полную информацию. То есть еще раз называют с фамилиями своего ребенка и конкретно есть, устраивают или какие-то дополнительные варианты. Если вдруг нет возможности прийти на данную комиссию, то можно связаться со специалистами по телефону, можно написать на сайте комитета по образованию, есть отдельная такая кнопочка, это обратная связь, вопрос нам. Поэтому можно обратиться, написать туда свой вопрос, и мы, соответственно, будем отвечать, давать информацию. Спасибо. Дуба Владимировна, еще один вопрос от телезрителей. Ребенок по состоянию здоровья не может посещать школу, а ему в первый класс нужно будет в 2018 году. Как нам с первого класса уже перейти на домашнее обучение? Что нам необходимо? Домашняя форма обучения на дому, она имеет место быть во всех школах. То есть нет такого, то есть все образовательные учреждения, все школы оказывают подобную образовательную услугу. Для того, чтобы получить данное обучение в такой форме, необходимо при зачислении ребенка, при записи ребенка в школу, потому что надо записаться в школу. Ту же самую процедуру пройти, да? Ту же самую процедуру. Приходят или в школу, или через портал Госуслов предоставляется заявление о зачислении ребенка в первый класс. И потом представляется заключение, как правило, клиника экспертной комиссии, или заключение какого-либо специализированного врача или центра, где прописано, что ребенку рекомендовано домашнее обучение непосредственно. Уже представляется данная справка при зачислении ребенка в школу. И школа будет планировать обучение данного ребенка с 1 сентября в режиме надобного обучения. Понятно. Давайте послушаем еще один вопрос. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем, задавайте вопрос. Добрый вечер. Извините, пожалуйста, я не с самого начала смотрю прямой эфир, но вот меня интересует вопрос такой. Меня зовут Марина Владимировна, значит, вопрос такой. У меня на осенние 35 зарегистрирован мой внучок, а проживают они на Советской 43. Вот. Дело все в том, что, значит, по месту регистрации мы не можем попасть в первую школу. Вот что нам нужно сделать для того, чтобы ребенок пошел именно в первую школу. А почему вы не можете попасть в первую школу? Можно, если у вас по месту регистрации? А потому что ребенок зарегистрирован с папой на осенние 35. Согласно закону образования ребенок может зачислен быть в школу или по месту своей регистрации, или по месту регистрации родителей. Хорошо. Ну вот он зарегистрирован по месту регистрации папы. А мама где зарегистрирована? А мама зарегистрирована на Советской 43. Советская 43 относится к первой школе? Да, они прямо рядом. 43 дом и школа номер один прямо рядом. Соответственно, мама, когда подает заявление ребенка в первую школу, указывает, что провести зачисление ребенка по месту ее регистрации. То есть проблем и ждать июля месяца нам не надо? В данном случае вам не нужно. Если нужно будет дополнительное разъяснение, обращайтесь к нам. Так нет? Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо за звоночек. Любовь Владимировна, есть еще у меня несколько вопросов от телезрителей. Например, такой. Во всех ли школах должна быть продленка? С недавнего времени группа продленного дня для школ является необязательной услугой. Это услуга, так называемая, по присмотру и уходу и может оказываться в образовательных учреждениях на платной основе. Поэтому те образовательные учреждения, которые имеют возможность, как правило, материально-техническую возможность, потому что группы продленного дня требуют особых помещений, спальни, как правило, для детей, группы, комнаты для занятий детьми. Они организуют подобные. Где возможности такой нет, особенно это в школах, которые осуществляют обучение в две смены, как правило, группы продленного дня не открываются. То есть это на усмотрение образовательного учреждения, учитывая возможности школы. У нас остается минутка, вот озвучу еще один вопрос буквально. Я слышала, что существует экзамен в первый класс. Это правда? Сразу могу сказать, что никаких экзаменов в первый класс не существует, быть не может. И ни одно образовательное учреждение не имеет права тестировать ребенка, проводить какие-то обследования и так далее. Дети зачисляются в первый класс, потому что это ребенок, который должен обучаться в школе. Поэтому если вдруг родители с таким сталкиваются, то просим информировать Комитет по образованию. Но подобных обращений не было, я так понимаю? На данный момент еще не сталкивались с такими обращениями и не сталкивались с ними уже несколько лет. Это очень хорошо. Надеюсь. Любовь Владимировна, я благодарю вас за сегодняшнюю встречу, за то, что вы побывали у нас в гостях, ответили на все вопросы телезрителей. Спасибо большое, до новых встреч. А я напоминаю, что гостем в студии сегодня был председатель Комитета по образованию администрации городского округа Серпухов Любовь Владимировна. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»